Разберем теперь мою коллекцию солдат времен Северной войны. Начнем с артиллерии Петра Первого. Свою армию я стал собирать в 72-м масштабе. Базовыми наборами для меня стали фигурки фирм Звезда и Стрелец. Набор фирмы Звезда. Титульная картинка. Пять артиллеристов наводят орудия. Офицер командует расчетом. На заднем плане еще одно орудие и патронный ящик. Все в принципе неплохо, но есть ряд ошибок. Первое. Это то, что на ногах солдат штиблеты и ботинки. Как мы говорили в предыдущем фильме, артиллеристы носили на ногах сапоги. Это было вызвано тем, что к месту боя они перемещались на конских упряжках верхом. Для долгой езды на конях лучше подходят сапоги, а не ботинки. Вторая ошибка. Это наличие на кафтанах воротников. В Петровской армии воротников не было. Этот дефект легко устраняется ножом. Артиллеристы от Стрельца. В наборе 23 фигуры. Все они в разных позах. Качество литья моделей ниже Звездовского, но разнообразие поз и экипировки являются плюсом данного набора. На головах у артиллеристов можно видеть три уголки, картузы и шишаки. В наборе 5 офицеров, один из которых изображает Петра Первого в рыцарских доспехах. В 18 веке в таких доспехах не воевали, но на картинах было модно позировать в рыцарских латах. Я сделал три орудия и мне нужно было три расчета по 6 человек. Слева полковая пушка, в центре гаубица, справа осадное орудие. Расчеты составил из разных наборов. Итак, полковая пушка с расчетом. Описывать орудие не стану, так как это делал в прошлом видео. Две фигурки взял из набора Стрельца. Это канонир, подносящий два ведра и офицер с квадрантом. Квадрант это артиллерийский угломерный прибор, используемый для регулировки угла возвышения орудийного ствола при ведении огня. Таким образом орудие наводилось на цель. Обращу внимание, что на иллюстрациях, на головах у солдат нарисованы как треуголки, так и картузы. Возможно, что оно так и было. Но все же правильнее было бы делать либо один вид головных уборов, либо другой. Вот канонир с банником. Качество литья у звезды на высоком уровне. Этому канониру заменил голову, взяв ее из набора Стрельца. Получился солдат в картузе. Этот боец заряжает пороховой заряд. Обратите внимание на то, как сделана общая подставка для орудия. Каждому солдатику соответствует свое место. Подставку для орудия с расчетом делаю таким образом, чтобы она подходила к классической подставке звезды от игры эпохи битв. Для конструкции для фильма я сделаю ее из бумаги. Реальная подставка выполнена была из жести и из-под банки кофе. Получаем вот такую платформу. Придумываем сцену боя, которая будет изображаться на подставке. В данном случае это заряжение полевой пушки. Расставляем фигуры, обводим карандашом подставки. Из холодной сварки делаем грунт. Оставляем места для фигурок нетронутыми. В эксперименте использую пластилин. Высота грунта должна быть такой, чтобы после того, как вы поставили на платформу артиллериста, в его ячейку. Земля с его подставки была бы вровень землей с артиллерийской. Пока холодная сварка не застыла, имитируем борозды от колес, оставленных орудием. После засыхания холодной сварки наносим на поверхность клей ПВА, за исключением тех мест, где должны крепиться фигурки артиллеристов. Посыпаем песком и разбавляем грунт мелкими камушками. Ждем, когда все высохнет. Грунтуем и красим подставку. Потом на клей ПВА крепим модельную травку. Все готово. И еще, каждая подставка под орудие изображает ту или иную сцену боя. То есть я не просто поставил у орудия фигурки в разнобой, а создал мини-диорамы. В данном случае показан процесс заряжания орудия. Посмотрим на гаубицу. Весь расчет состоит из фигурок стрельца. Сцена изображает процесс выстрела из орудия. Офицер махает шарфом, а бомбардир пальником поджигает затравочный порох. Я допустил ошибку в головных уборах. У меня два бомбардира не в шишаках, а в треуголке и картузе. Набор стрельца позволяет сделать четверых бойцов в шишаках. На крайний случай можно заменить головы или сделать бойца без головного убора. Солдат в картузе. Подставка из монетки заклеена цветной бумагой. На ней я подписал название орудия. Каждому расчету соответствует свой цвет бумаги, что позволяет быстро расставлять фигурки на места без ошибок. Осадная тяжелая пушка. Расчет наводит орудия. Офицер в подзорную трубу определяет цель. Две фигурки я взял от стрельца, а остальных от звезды. Вот такие вот канониры вышли. В следующем фильме поговорим про мою коллекцию кавалерий Петра Первого. Я покажу регулярные и регулярные части. Ну а там дело дойдет и до пехоты. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал Варгейм Рус, Солдатики и Моделизм. Понравилось видео? Тогда поддержи автора. Перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет. Реквизиты указаны в описании к видео. Чем больше ваша поддержка, тем больше видео появится на этом канале. Заранее благодарен. Жми сюда и смотри интересные видео. Редактор субтитров А.Семкин